Приветствую вас всех уважаемые зрители и подписчики моего канала и сегодня я для вас хочу приготовить вот такой вот очень вкусный, ароматный, аппетитный рулет, как и из чего я его готовил, сейчас я вам покажу, итак смотрим. Для этого рецепта мне понадобились следующие ингредиенты, это у меня один картофель, чуть больше среднего, одно яйцо, фарш, тесто и капуста, у меня здесь пекинская, но можно взять обычную белокочаную капусту, фарш как обычно я приготовил соль, перец, добавил немножко специй для мяса по своему усмотрению и тесто пельменное у меня сегодня, как я готовил тесто пельменное, ссылка появится сейчас сверху экрана и будет внизу под видео в описании и теперь можно приступать к изготовлению нашего рулета, берем вот такой вот небольшой кусочек пельменного теста, этот рулет можно приготовить, если как раз у вас остался вот такой вот кусочек теста, из него я раскатываю вот такую вот большую лепешку, это делается очень легко и просто и теперь я наношу тонким слоем фарш, если у вас фарш не жирный, то тесто надо смазать подсолнечным маслом, для того чтобы рулет был более слоеный и теперь фарш я хорошенько тонким слоем разложу по всему нашему тесту, на края не заходим, оставляем сантиметра три, четыре и так фарш я уже распределил по тесту, теперь раскладываем картофель, картофель я просто нарезал мелкими кусочками, прям сырой и теперь сверху наношу капусту, тоже небольшим слоем, все у меня готово и теперь я начинаю сворачивать рулет, не забываем края смочить водой у теста, это тоже делается все кисточкой силиконовой, очень просто, так края лучше слепляются и все сворачиваем наш рулет, рулет я уже свернул, на противень я постелил пергаментную бумагу, смазал подсолнечным маслом и положил рулет и теперь сверху я желтком кисточкой наношу желток тонким слоем, по всему рулету сверху и теперь сверху посыпаем семечками кунжута, для красоты и теперь в заранее разогретую духовку до 180 градусов, отправляем наш рулет на 30-40 минут, смотря у кого какая духовка и запекаем до румяной корочки. Ну что ж, уважаемые друзья, прошло у меня ровно 40 минут, рулет мой готов, посмотрите как он симпатично выглядит, сейчас я его накрою полотенцем и дам отдохнуть ровно час, для того чтобы он у нас помягчил, стал мягким, прошел у меня час и я уже отрезал два кусочка специально показать вам как выглядит рулет у меня в разрезе, посмотрите как он аппетитно выглядит, поверьте этот рулет очень вкусный, заменяет лаваш и получается очень изумительный рулет, кушайте на здоровье, приятного всем аппетита, а кому понравилось это видео ставим палец вверх, подписываемся на мой канал, всем пока, пока.